Наверное, такой же, что всё должно быть. А вот как раз Дидура заработал сейчас штрафной, и смотрим за тем, как Флорен стойку его будет подавать. Тампили его стойку, простите, будет подавать. Красиво, очень красиво стреляется сейчас в обороне, и снова приходится Спартаковцам расставляться на своей половине поля. И ещё одна верховая подача, опасный момент! Мариушьёк, удар и счёт 1-0. 24-я минута. Команда Валерия Петракова открывает счёт забитым мячам в этом чемпионате. Польский защитник сыграл как заправский нападающий, и пауза такая была. Всё хорошо было, но кто должен был с ним играть? И вот тот и проиграл дуэль, но соглашусь с вами, что защитник на встрече сыграл действительно очень грамотно. А даже непонятно, кто должен был его убрать. Он так долго находился... Мы там посмотрим. Четыре спартаковца и два только игрока в белых футболках. Подача у конкурса. Стойка получилась неплохая. Братамонт воздух увеличил, выиграл. И Генчи, Генчи потом, по-моему, именно... Красиво. Очень красиво сыграны сейчас в обороне, и снова приходится спартаковцам расставляться на своей половине поля. И счёт на верховая подача. Опасный момент. Мариуш Йёв, удар и счёт 1-0. Бывает счёт забитым мячам в этом чемпионате. Польский защитник сыграл как заправский нападающий, и пауза такая была. Слость на советскую хоккей. Хорошо было, но кто должен был с ним играть? Вот кто-то проиграл дуэль, но согласусь с вами, что защитник москвичей сыграл действительно очень грамотно. А даже непонятно, кто должен был его брать. Как долго находился... Мы там посмотрим. Четыре спартаковца и два только игрока в белых футболках. Подача у конкурса. Стойка получилась неплохая. Братамонта, может быть, увидите, что выиграл. И Генчи... Генчи потом... На выход, да, Живнов. На повтор. На концовке. Дмитрий Ленчев будет бить пенальти. Разбег короткий. Удар и Живнов отражает мяч. Может быть, сам того не живая. И что? Ну, да не ва... Ещё один раз увидел, как бьёт Оленчев пенальти. И снова же вновь двадцать играет. Просто здорово. Вот тогда бы мог быть пенальти. Историческое событие. Москва первый угловой подаёт в этом чемпионате. Зацепились за мяч футболисты за счёт активности Кириченко. Бракомонта. Кириченко удар. И счёт 2-0. Два стандарта, два забитых мяча. Торжествует Валерий Петраков. Вот кто действительно на стандартами очень плодотворно проработал в этом межсезоне, это КТФК Москва. Никто, наверное, такого развития событий не ожидал. То, что на 55-й минуте 2-0 будет Москва вести. Ну, а почему вот... Нет, то, что в два мяча... Это же футбол. Ну, вы знаете, ну, всё можно атаковать, можно... Вот давайте посмотрим, как вот момент развивался. Вот опять оказался игрок один. Здесь с Бракомонте поборолся. И посмотрим по моменту, почему игрок с Вратарской бьёт почти без помех. Вот Бракомонте двоих... У двоих мяч выцарокал. И опять Йенчи непонятно кого бьёт. Да, и почему игрок один с Вратарской бьёт? Посмотрите опять. А вот посмотрите, там ещё Мариуш и Йопа один. Йенчи без игрока. Почему Бракомонте два игрока? Говорится, корпус поставь туда... И тогда бы мог быть киналец. Историческое событие. Москва первый угловой подаёт в этом чемпионате. Зацепились за мяч футболисты за счёт активности Криченко. Бракомонте! Криченко удар и счёт 2-0! Кто действительно на стандартах очень поднапно проработал в этом... Ну, вы знаете, ну, всё можно атаковать, можно... Вот давайте посмотрим, как этот момент развивался. Вот опять оказался игрок один. Здесь с Бракомонте поборолся. И посмотрим по моменту, почему игрок с Ротарской бьёт почти без помех. Вот Бракомонте двоих... У двоих мяч выцарапал. И опять Йенчи непонятно кого бьёт. Да, и почему игрок один с Ротарской бьёт? Посмотрите опять. А вот посмотрите, там ещё Мариуш и Йопа один. Да. Йенчи без игрока. Почему Бракомонте два игрока таковали? Вот над чем надо задаться вопрос. А где? На поле играют. Ну, если бы на одного меньше бы...